Добрый вечер! Добрый вечер! Процездольного населёнства крыху больше за 193 рубли, для пенсионеров и студентов коля 134 и 170 рублёв отповедно. Гэта тлумачать с тем, что упали цены на огородненную садовину подчасае массовой нарыхтовки. Одночасово змянился и помер минимальных споживецких бюджетов. С 1-го листопада гэта выплаты выросли у середним на 6 рублёв. Для процездольного населёнства цяпераны складается маль 375 рублёв, для студентов коля 280 рублёв. Гэта померы будучи дейничать до 31-го студене наступнага года. Яшэ на изменение листопада – повышение померу допамог падогляду дитятя во взросле до 3-х годов. Выплата на первое дитя теперь складая каля 260 рублёв, допамога на другое и наступных дятей – амаль 300. На дитя инвалида каля 334 рублёв. Гэта помер выплат будучи дейничать до 1-го лютого 2017-го. Молодые податковые инспекторы Гомельской области знову подтвердили свой высокий профессийный узровень. С четырёх проставников региона на республиканском конкурсе профессийного майстерства трое стали переможцами и призёрами. На працовных месяцах зиме сустреляся наши корреспонденты. Самая высокая узнагорода на этот раз у Вольги Пинчук з инспекции по податках и сборах по чехуночному району Гомеля. Диплом первой ступени. У номинации «Лепший державный податковый инспектор по работе с физичными особами». Каже, что эту работу выбрала свядома после закончения юридичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны. Правда, как трапить на працу у инспекцию, молодому специалисту пришлось пройти достатково жорсткий отбор. Зараз девчина отримливает другую высшую аддукацию, на этот раз экономичную. Але навод с такой подрыхтокой перемогчина конкурсе оказался непросто. Конкуренция значная, а задание складанное. Конечно, тяжело было занять, справиться со своим волнением, вспомнить всё, что ты знаешь, найти заковырки во всех вопросах и все правильно решить и ответить. Конкурсантам пришлось пройти два этапы. А проча теоретичной письмовой частки, я шеи конкурсный тур. Тут именно лоха в себе и свою працы, и демонстрация практичных навыков. Юлия Буракова с Ажлобинского района и Дарья Бородзина с Ажлобинского района Гомеля гэтае выпрабаванье пройшли. Але до первого месяца не хапила зусім не шмат. Махчыма сказалася хваляванне. Хоть звание призёров так само генеровое. Урешті гэтае еще и свечення наявності у коллективах корпоративной едности. Только в этом выпадку можно стать саправдным профессионалом. Мы справляемся, потому что у нас коллектив тут. Мы работаем все сообща. То есть у нас есть и консультационный отдел, где мы можем посоветоваться, что-то уточнить, спросить. Поэтому вопросов в принципе не возникает. Всю летние перемоги податковых инспекторов з Гомельской области на республиканском конкурсе профессийного майстерства не перше. Растовники региона кожный год займают прозавые мессы и обовязково привозить хоть один диплом першой ступени. Мясовое керауниство работников, чы профессионализм признаны на такем узроуне, им кнется заохвачивать. На приканце месяца Вольгу Пинчук, Дарью Бардзину и Юлю Буракову будут ушановывать подчас проведения областной коллегии податковых инспекций. А про шатаго у них з'явился реальный шанс профессийного росту. Во вселяком разе ранее такие приклады выключением не з'являлися. Андрей Гончароу звание перамужцы на республиканских споборництвах отрымал у 2012-м. После шагу у его профессийной карьеры отбылся значные змены. Когда я участвовал в конкурсе, я участвовал в должности старшего государственного налогого инспектора. После победы в конкурсе я был назначен на должность главного государственного налогого инспектора. И сейчас я работаю в должности заместителя начальника отдела. Назначен новый начальник управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Им стал полковник юстиции Иван Сыса. С 1993 года после заканчения Украинской юридичной академии он працывал у органах прокуратуры. С липня 2013 года проходят службу в Держкомитете судовых экспертиз. Працывал наместником начальника управления Держкомитета судовых экспертиз по Могилевской области. Погоня со стральбой достойная голливудского детектива. У Ветховским районе некольки экипажа у ДАИ намотали не один десятый километров при спробе догнать парушальника. Спынился автомобиль только после того, как супрацовники ДПС прострелили у иншамарцы два колы. Далее водитель поспробовал сбегче. Однако был затриман инспекторами ДАИ. Оказалось, и Мерседесом керывал видовошный несвярозый 40-годовый водитель. От проходжения медицинского огляда он отмовился. Мужчина уже 19 разов притягывался до отказности за порушение правил дорожного руха и навод позбавлялся права в заезду у несвярозым выгляде. За два дни до погони он был учарговый раз затриманный супрацовниками ДАИ. Автомобиль тогда отправили на штрафстоянку. Однако мужчина выкрыл своего железного сябра. В этот раз в отношении недопорушальника супрацовники ДАИ склали шесть администрационных протоколов. На Гомельшине означается невеликий уздым колькости звернувшихся у поликлиники в совязи с вирусными захворваниями у детей. Як означает медики, ситуация з'является звычайной для этого периода года и обумовлена снижением температуры поветра. Установа хого здоровья працует в штатном режиме. Медики характеризуют ситуацию як стабильную. Выпадков захворвания на грипп сяродь детей не зафиксована. Самым действием методом профилактики з'является вакцинация. Всего лета для детячих поликлиник областного центра и Гомельского района закуплено омаль 50 тысяч доз вакцины. Вакцина для детей бесплатная. В городе Гомель и Гомельском районе проживает порядка 97 тысяч детского населения. Бесплатная вакцина закуплена из-за расчета иммунизации где-то 40-50 процентов детей. Ежегодно только вакцина-профилактика позволяет нам снизить количество тяжелых токсических форм гриппа и снизить общую заболеваемость порядка где-то на треть. До речи, пришепку от гриппу на Гомельшине уже зробил кожный четвертый жахар. Сеулеты для иммунизации выкаристовывают препараты айчинные и российской вытворчасти, а так само вакцины с Франции и Голланды. Усе пройшли обовязковый контроль якости. Зробить пришепку на платной основе можно у любой поликлинице по месту жахарства. Кажетую вакцина от 4 до 12 рублей. Процедура бесплатная для тех, кто выходит у группы риски. До инших тем. Городский поселок Октябрьский Гомельской области признанный лучшим поселком городского типа в Беларуси. Выники конкурса «Город культуры. Угод культуры» подвели у Глинового министерства. Так само переможными в своих номинациях стали Могилеу, Новополоцк и Лида. Эти города унесли наибольший уклад в развитие сферы культуры и туризма нашей краины. При возначении лучших журы уличвала интересные проекты, которые реализуются в городах, фестивали, разностайность экскурсийных маршрутов. Коли музыка може выратовать життё. Беларусские артысты дадут у Гомеля доброчинный концерт. Отриманные гроши пойдут на лечение троходовой Киры Куруленко. Четыре месяца тому урачи девчонцы с Будокошалёва поставили диагноз нейробластома. Хвороба уже на четвертой стаде. Необходная операция и иммунотерапия. Одна из израильских клиник готова принять маленькую пациентку. Одна кошт лечения – 250 тысяч долларов. На даденый момент собрана только четвертая частка этой суммы. Поудельничать у лёси дитяте можете и вы. Концерт отбудется 9 листопада у областным громадско-культурным центры. Его проведение стало махчимым, дякающий активистам волонтерского руха БРСМ «Доброе сердце». Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры Белецкий, а также в кассах ГЦК. Билет стоит 7 рублей. Примут участие звезды белорусской эстрады, заслуженный ансамбль «Песняры», группы «Цвет алоэ», «Провокация». А также заслуженные певицы – это Наталья Тамэла, Ольга Колесникова, Надежда Мясякова. До помощи, Киры, можно уже сёня. Дадзі на обрахунку, на якій можна ахвероваць грошы, зараз позначены на ваших телеэкранах. А крамя таго, можна перелишыць сродки по повнішэй рахунак мабільнага телефона 8 033 902 22 66. Прасадшыць, як меняўся город Гомель на працягу ста годзе можна по фотографіях. У ГДУ имя Франциска Скарын открылася выстава «Гомель 1917-2017». Экспозиція презентавана у рамках свято-пакровскіх аддукаційных чытанняў. Выстава організавана сумесна отделам релігійной аддукації і катехізації Гомельской епархії, редакція часопіса «Срітінія» і фотоклуба «Святло души». Основну задачу стваральнікі башыць у тым, каб з допамогай мастацкай фотографі обуджать у людських душах почуттё прыгожага напавнять серце святлом добра і духовной прыгажості. На фотосдымках можна прасашыць, як мнялася обличча города над Сожам стягам часу. Параўнаць, як выглядалі айгуты і ті інші архітектурны аб'єкты ў межах 20, 40 і нават 100 гадоў. Сёня ў Гомеля падвялі вынікі спартунна массавага мерапрыємства «Кольца сяброўста». У ім узяли ў дзіл коліктывы городскіх і сельскіх установ да школьной аддукації, які спрашаліся ў арганізація работы па укараненні олимпійськага руху. Традыцца правядзення малых олимпійськіх гульняў з'явілася ў Гомельскай гімназіў нумар 51. Пазні ідею падтрымалі інші установы аддукації, ў тым лікуд і дошкольная. Сутныць правядзення гульняў, далучэння дзятей і їх батькоў да здоровага ладу життя, прапаганда ідеалу олимпійськага руху. У заключным этапі агляду конкурсу ў рамках мерапрыємства «Кольца сяброўства» проняли ў дел 45 установ дошкольной аддукації. Укараненні олимпійська аддукаціў ў дитяўшых садках оценивалася па некалькіх крытэріях. Их вынікі дали падтаву вызнашыць пераможців і призёров. Перша місце сяродгородскіх дошкольных установ занял колектыў Центра развіця дитяти «Праменшык». Сярод сельських – дитячы сад Ахра-городка «Красная» Гомельскага района. У якості узнагороды призёры термале «Спартунный инвентар». Победа нам далась, наверное, не очень сложно, так как работа по здоровью в сбережению и работа в развитии физкультурного движения ведётся постоянно. Нужно было только всё собрать, скомпоновать, подключить творческую групу педагогов, детей, родителей. Когда мы работаем совместно учреждения дошкольного образования, родительская общественность, то хорошие результаты всегда. Я убеждён, что это даст хорошие плоды и в школьном образовании. Нужно воспитывать культ здорового образа жизни, быть активным в этом направлении и популяризировать именно здоровье, хорошее отношение к себе, к обществу в целом и государству. Юные борцы с Беларуси, России и Украины приняли уделу 26-м международным турниры по самбо Нового года 2016. Усягодна с поборницей проехала больше 150 спортсменов 2003-2004 годов на Раджене. А кроме батали на Дыванах, турнир запомнился и важные подеи для усяго беларусского спорта. Подробязностью Максима Савина. Выхованец Дюшар Гомельского района, уроженец Новой Гуты, майстер спорта международного класса по самбо Ялген Семачкин завершил карьеру. Ушановались спортсмена подчас церемония открытия с поборницей. Упершинью Ялген вышел на борцовский диван шесть годов. Такие люди, такие спортсмены рождаются нечасто и воспитывать таких ребят, находить их крайне сложно. Не бывает так, чтобы просто из рядовых человек без воли, без характера проявил себя на больших спортивных аренах. Поэтому характер действительно, закалка характера. И команда, которой он воспитывался спортивно, именно ребята, плеяда, они все бойцы. Карьера Ялгена Семачкина как спортсмена протягивалась о мальт три десятки годов. Ее наборонял гонор Беларуси на самых престижных стартах. Назапашенным опытом Семачкин готов идеалиться с молодым поколением, не выключая початку тренерской карьеры. Покуль же протягивает службу в родах Министерства по надзвучайных ситуациях. У коллекции спортсмена медали розных вартостей, у Зайва Иваны на першинствах и чемпионатах Европы, в этапах Кубка Свету. Не глядяши на росы Пузнагород, Евген Семачкин каже, у всех поставленных метал досягнуть не удалось. Не все смог достичь, чего хотел. Всегда к этому стремился, но так как получается спорт. Где-то мы выиграем, где-то проиграем. В недавних часу предприемство Гомель-Шпалера взяло свое особливое шефство над детяшим самбо в Гомельском районе. В основе этого года отбылся первый международный турнир у организации якого примало правоудел ГТ-предприемства. Новый год от 2016 так само проводился на прызы Гомель-Шпалеров. Усягона турнир приехало больше як 150 спортсменов. Окромя Гомеля и Гомельского района Беларусь представляли Минск и Бобруйск, Украину, Чарнигов, Россию, Москва, Клинцы и Новозыпков. Страсти на диванах кипели не жартовные. Для многих спортсменов этот старт был дебютным. А проигровать у першой же турнирной схватцы не хочется. Так что перемоги доставались с тяжкостью. Все узнагороды были заслуженными. Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадио, компания Гомель. Новый циклон. Завтра район пронесе моцные опадки и шквалистый ветер. По информации областного гидромедцентра, на ближайшие сутки в Гомельской области объявлены оранжевый узровень небеспеки. Чакаются моцные опадки снег, мокрый снег, який будет переходит в дождь. Могчимы налипание мокрого снега на дорогах гололедится. У особных районах прогнозуется узмацнение ветру с порывами до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру ночи складе от нуля до минус 5, по заходе до двух тепла. У день будзе от нуля до плюс 5, по заходе чакается до плюс 7. Тяжелта инспекция закликает усіх удельников дорожного руху проявлять максимальную важливость и осторожность. На этом выпуск завершенный. У студии працывал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.